всем привет мои золотые уже третья презентация apple за осень с названием one more thing или менее пафосно по-русски еще кое-что и вот уже не знаю уже нет сил не спать но ради такого как по мне это самая интересная преза apple в этом году и я знаю что вы любите ролики о презентациях именно от нас поэтому приятно это было сделать именно для вас ну и плюс айфоны часы айпэда это все траты ради трат а вот новые маки это рабочий инструмент к презентации на сцене тим кук который сразу же нам поведал какие apple в этом году продуктивные и ipad 4 показали ipad 8 вместе с apple watch series 6 выкатили общую подписку apple one потом home под мини наконец четыре разных айфона включая мини версию которую мы несколько часов назад распаковали во всех цветах поэтому если пропустили ролик сразу же после этого переходите в описании и посмотрите но вернемся к презентации как всегда потрясающие съемки в купе с after effects конечно же пролет такой нужно брать идею на вооружение делать также в следующем видео я считаю показали нам всяких известных людей которые используют маки в своей работе никого из них я не знаю собственно о маках мы и поговорим в этот раз на закуску чип apple m1 первый арм чип для компьютеров от apple чип собственной разработки джонни сруджи этого парня мы уже видели сеньор вице-президент по железным технологиям ну видимо именно джонни главный по камням в apple знает о чем говорить вот только m1 это не совсем чип а система на чипе которая включает в себя и графику и процессор и оперативную память и thunderbolt контроллер и другое и все это в одном чипе вот так будут располагаться все ключевые элементы вам может быть это ни о чем не говорит но поверить для ноутбуков и пока это прям космическая разработка да это однозначно нужно тестировать потому что не факт что это так хорошо работает но я верю apple там дальше такого порассказывали в общем смотрите что такое м1 это лидирующая производительность и энергоэффективность самый большой скачок в истории настольных процессоров есть так можно сказать 5 нанометров 16 миллиардов транзисторов и поговорим о внутренностях процессорные ядра их 8 штук есть энергоэффективные а есть производительные ровно как в телефонах сейчас четыре ядра высокопроизводительных 12 мегабайт l2 кэша и 128 килобайт дата кэша еще четыре менее производительных ядра для простых задач вроде смотреть кино или читать заметки здесь уже 4 мегабайта l2 кэша и 64 килобайта дата кэша если сказать более простым языком вы покупаете macbook air на вот таком чипе и он будет в разы мощнее чем какой-нибудь macbook pro 13 на процессоре intel core i5 уже руки чешутся потестить по запускать там всякие фотошопы резалв м1 потребляет на четверть меньше заряда чем x86 камни то есть те же intel core при схожих характеристиках для тех кто совсем не понимает мы говорим практически о мобильном процессоре потому что это arm архитектура и последние 10 лет в маке ставили x86 архитектуру то есть то же самое стоит и на windows ноутбуках а теперь у нас маках по сути процессор от айфона только чуть чуть помощнее представляете какой у этого потенциал дальше графика также до 8 ядер и опять же это самый продвинутый графический чип который когда-либо был для переносимых компьютеров мощность 2 и 6 тера флопс но в рамках арм архитектуры цифра несравнимая нас же интересует как все это дело повлияет на рендер видео например ну окей слушаем дальше вот список всех улучшений фишек м1 можете поставить на паузу и почитать и мне еще нравится как apple сравнивает m1 с самым последним чипом для pc как будто вот он один этот чип для пися ну вы хоть напишите с каким может от скоро и 3 сравнения непонятно же следующие продвинутый нейронный движок 11 триллионов операций может обрабатывать процессор и как итог уровень производительности которые вы никогда не видели на маках эта фраза apple не моя собственно я бы так сказал новый чип ради супер плавной работы но вот что там будет с профессиональным софтом что там будет с нагревом это и нужно тестировать поэтому не забываем подписаться чтобы ничего не пропустить а сейчас у нас рекламка на пару минут буквально и возвращаемся наслаждаться любимой музыкой всегда и везде очень приятно еще приятнее если это полноразмерные наушники с качественным шумоподавлением и втройне приятнее если это sony wh 1000 x m4 я вам уже рассказывал про прошлой серии этих ушей сам пользуюсь хорошие уши что изменили на этот раз из главного подавления шум увеличилось значительно четыре микрофона улавливают шум передавая его в hd процессор qn1 в результате любые шумы будь это улица метро или даже самолет отсекаются не ухудшая качество звука также наушники научились запоминать пользовательские настройки шумодава благодаря геотегом пришел на работу тебе шумодав сразу включился на полную очевидно все это легко настраивается в бесплатном приложении headphones connect есть поддержка управления голосовыми помощниками google ассистент siri или alexa сомневаться в качестве звука не стоит ибо здесь купольные драйвера на 40 миллиметров частота 4 до 40 тысяч герц при проводном подключении при беспроводном от 20 до 20 тысяч герц помимо умного шумоподавления в этих наушниках много других полезных фишек например функция speak to chat с ней музыка автоматически останавливается при начале разговора и возобновляется через 30 секунд после его окончания временной интервал можно настроить в приложении также музыка автоматически прерывается если снимать наушники и наоборот воспроизведение продолжается после того как надеть их а еще к этим ушам можно подсоединить сразу два устройства допустим фильм на айпаде смотрите раз звонок на телефон наушники сами поняли что звонок переключили устройство или вы на удаленке работаете ноутбук плюс телефон с этими ушами вообще идеально автономность до 30 часов воспроизведения при этом 10 минут зарядки дают 5 часов прослушивания нужно больше инфы переходите по ссылке в описании и там же будет ссылка на интернет-магазин где вот эти наушники можно взять прям с огроменной скидкой возвращаемся к рейк снова на сцене теперь говорим про новую mac os big sur новые иконки новые приложения все что вы любите в mac os стало еще лучше так федерик и сказал я перефразировал mac os стала а вес и неясно хорошо это или плохо впервые система писалась с уклоном на арм-процессоры а потому стабильность выше всяких похвал а еще маг теперь просыпается также быстро как iphone или ipad и это просто лучший момент в презентации apple silicon так будет называться вся линейка процессоров apple так вот с новым чипом сафари становится самым быстрым браузером в мире а любые приложения на mac os открываются мгновенно система стала почти в два раза отзывчивее можно запускать игры на mac те которые доступны на а вес при этом компьютер будет работать тихо и почти в два раза дольше прежнего при этом apple silicon делает проверку железом для безопасной загрузки дает высокопроизводительное шифрование и наконец защиту среды выполнения разрабы поняли а вы слушайте дальше из важно все приложения mac os были оптимизированы под арм вдогонку добавили и новых аппликух я говорил что на вак можно запускать игры с а вес но как это возможно первое универсальные приложения все что когда-либо было написано для iphone или айпэд теперь альтернативно работает на mac так как устройство очевидно имеют одинаковую архитектуру типа чё я вот захожу в mac app store и качаю эман газ и instagram на mac и все работает хотите сказать да именно так разработчикам даже оптимизировать приложение не нужно желательно но не обязательно но более продвинутый зритель меня спросит а что с приложениями которые писали специально под маг для процессоров intel под x86 архитектуру они тоже будут работать так как в новой mac os есть эмулятор приложений только все это работает в беке и вы даже не узнаете о том что у вас запускает эмулятор для обычного пользователя все также быстро причем apple нам обещают что на m1 даже с эмулятором это будет работать быстрее чем на маке с процессором intel в этом помогает среда розетта 2 и это не простое название отсылка к розетскому камню это фрагмент египетской стелы на котором высечен священный указ об учреждении культа 13-летнего египетского царя птолемея 5 епифана и вот там использовалась три алфавита древнегреческий древнеегипетский а также курсивное египетское письмо вот здесь примерно то же самое переход от одного к другому когда-то apple так уже делали потому что переходили с power pc на intel и там использовалась первая розетта собственно можно было запускать x86 приложение на старой уже архитектуре здесь логика такая же а значит вы сможете запускать на новых маках старые приложения но они будут конечно не оптимизированы а вот когда всякие adobe свои премьеры до photoshop оптимизируют вот тут мы запоем вот тут должно работать все хорошо уже сейчас можно положить logic pro в три раза больше плагинов а final cut стал в шесть раз быстрее очень интересно как там с davinci resolve кстати небольшое объявление если кто-то из вас в совершенстве знает davinci resolve купе с fusion или after effects мы как раз ищем отличного монтажера если у вас есть чувство вкуса как визуально так и музыкально то ждем вас в описании там будет почта туда свои работы пожалуйста присылайте а мы в свою очередь гарантируем просто отличную заработную плату а сейчас настало время поговорить про новые маки 1 на очереди новый macbook air который никак не изменился в дизайне но поставляется на apple m1 график конечно потрясная прям кайфовал когда смотрел презентацию про air нам расскажет лауры мэттс macbook air это самый продающийся 13-дюймовый ноутбук в мире и главным образом то что раньше на подобных ноутбуках невозможно было сделать теперь реально так как air работает в три с половиной раза быстрее предыдущего поколения на процессорах intel что касается графики она самая быстрая в мире из интегрированных в пять раз быстрее чем во встройках intel а air также быстрее девяносто восьми процентов pc который сейчас есть пока люблю вот сеть не подкрепленные ничем сравнения без особой конкретики то что нужно покупателю macbook собственно в нейронных вычислениях новый air в девять раз быстрее предыдущего вдобавок к этому ssd стал в два раза быстрее но и главное ё-моё в новом эре нет вентиляторов ему они просто не нужны а потому данный ноутбук попросту беззвучный а поэтому помимо нереальной производительности мы с вами получаем пятнадцать часов веб-браузинга и 18 часов просмотра видео без сети это на 6 часов больше чем в эре на процессорах intel и видео звонков тоже будет в два раза больше по времени вот только опять в air 720p камера но apple блин хотя ладно софтом поправили facetime hd то есть по качеству обещают лучше что еще вай фай 6 наконец-то 8 или 16 гигабайт оперативной памяти а чип м1 может идти с графикой на 7 или 8 ядер памяти от 256 до 2 терабайт по остальным параметрам air не изменился retina дисплей поддержка p3 та же клавиатура и два порта type-c только теперь это юсб 4 в купе стандарт болт стоимость от 1000 долларов в сша и от 100 тысяч рублей в россии за версию на 256 гигабайт семью ядрами а если вы хотите графику с 8 ядрами память 512 гигабайт отдайте уже 125 тысяч рублей и на самом деле это адекватная цена за ультрабук который имеет нереальную производительность так еще и бесшумный при этом следующая еще одна потрясная графика сколько можно и новый mac mini вот это на самом деле пока самый интересный очень маленький компьютер с очень мощным по идее железом apple вот нам даже демонстрирует недорогой mac mini дома красота и монитор pro дисплей xdr к нему за 500 тысяч это то что нужно я считаю процессор стал три раза мощнее графика в шесть раз как вы понимаете здесь тот же процессор что и в эр а вот вам сравнение с похожим по мощности десктопным компьютером который тупо в 10 раз больше а по дизайну в 100 раз хуже по нейронкам в 15 раз быстрее можно вот такую кропнуть фотку и за секунды нейросеть сделает из пиксельного изображения более менее приемлемый кадр а еще здесь есть вентилятор mac mini бесшумным сделать не получилось видимо но нам обещают что компьютер будет очень холодный всегда значит и тихий сзади у нас два юсб 4 порта в формате type-c hdmi 2 порта usb и и эзерна стоимость от 700 баксов сша это на 100 долларов дешевле прошлого поколения в россии за новый mac mini просит 75 тысяч за версию на 256 гигабайт и 95 за версию на 512 и это еще не все как же без macbook pro он тоже выходит на чипе m1 правда пока что только 13 дюймовая версия позже объясню почему нам тут показали профи с фотиком при этом логотип sony замазали но вот как так apple у нас же интеграция sony прекрасная была в этом ролике а вы подмазали непорядок из того что нужно знать так как вы понимаете что здесь по железу тот же air с тем же м1 процессор стал в 2 и 8 раза быстрее график 5 отсюда также не убрали вентилятор видимо поняли что когда у тебя 8 дорожек в da Vinci охладить mac нужно без вариантов но вот что интересно батарейка здесь массивнее а поэтому впервые в истории macbook pro держит зарядку лучше эйра 17 сколько 17 часов веба и 20 часов видео вот это я понимаю скачок на 10 часов больше чем было в предыдущей 13 дюймовый профи далее нам и такой интересный факт на одном заряде можно скомпилировать в четыре раза больше года в новом про относительно старого из непонятного в новой прошке у нас только два тайп си а было четыре а теперь два как этим пользоваться то четко не не по православному получилось цена от 1300 долларов сша в россии 130 тысяч за 256 гигов плюс 8 оперативы и 150 за версию на 512 гигабайт также плюс 8 гигабайт оперативной памяти если брать максимальную версию в сша она стоит 2300 долларов то есть у нас будет где-то 230 тысяч ну и запрошку это тоже адекватный ценник но если вам вдруг хочется версию на intel она тоже продается в магазине осталось заказать в сша новые маки можно уже сегодняшнего дня в россии предзаказ стартует позже в продаже они 17 ноября у нас думаю либо также либо не сильно позже айфоны в первой волне были дальше mac os big sur выход 12 ноября наконец-то и собственно это вся презентация нам после заключительной речи тима показали еще одну крутую вставочку с актером из рекламы mac против pc который выходил с 2006 года уже настало время для вопросов потому что у меня есть один к чему этот прогресс в чем суть о вы все затихли слушайте я машина и горжусь этим батареи держи дольше да поставь на зарядку куда-то собрался просто поставь на зарядку компьютер стал быстрее и я быстро до сих пор быстро проверь сам до сих пор быстро всегда был и всегда буду окей моя батарея съела пойду заряжусь ну собственно прикольная такая ссылка я люблю такую правда и того крутая техническая презентация для таких ребят как я потому что я в маке провожу больше времени чем в телефоне в 10 раз mac это мой рабочий инструмент и такой скачок совершить да можно было что-то поменять дизайне но процессор поверьте важнее но у меня есть несколько вопросов от некоторым из них есть ответы во первых почему это не показали на макбук про 16 здесь две причины первая apple не может подружить м1 с видеокартами в макбук про 16 или аймак или mac pro есть внешние видеокарты вторая причина они не сделали свою мощную графику и она наверняка появится в будущем второй вопрос с учетом того что у нас макбуки на арм архитектуре туда можно поставить модуль связи просто вот в два щелчка почему этого не сделали я не понимаю потому что у меня прям мечта чтобы в маке была симка сел в такси достал все работает и третье нам не показали полноразмерные наушники airpods которые возможно studio будут называться нам не показали метку брелок на ключи airtec и нам не показали новую apple tv черт получается ждем четвертую презентацию оставайтесь с нами и обо всем узнаете такая история ты и и Субтитры сделал DimaTorzok